Эти ребята сделали вам презентацию завтра, послезавтра, в понедельник, рассказали о том, как они лучше смогут это делать, и тот же БРИС готов вас отслуживать, но не по тому тарифу, который мы им утвердили. Он говорит, я по этому тарифу. Ну что, молчите, рассказывайте сами, что я буду вас... Вы ждали вас. А, я понял. Они там разорвали. Они нам предложили этот тариф. Это деньги. Ну, они предложили, потому что я вам откровенно сказал, на его сессии городского совета заставили этот тариф. Он говорит, либо я разорюсь, и буду у вас тарифовать. Полтора миллиона, он сейчас просит и надо. Терпеть и ждать вас. Мы сейчас обсудим этот тариф. Я не так громко могу отвечать за это. Пожалуйста, послушайте. Касательно сэроли. Тариф, он, ну, скажем так, не то, что неуместный. То, что вас всех больше беспокоит, он действительно утвержден исполкован без текущего ремонта. И бороться там, и объяснять вам, почему я это не делаю. Давайте я доскажу. По конкурсу, да, я участвовал в конкурсе, да, предлагал тариф. Но даже дело и не в тарифе. Ваши платежи, ваши, я никого там не тыкаю пальцем, да, я думаю, что здесь все порядочные платежники сидят. Ваши платежи 60-65%, вот за два месяца. Сегодня он открылся, 65%. 100% я обязан оплатить мусор, 100% я обязан оплатить электроэнергию в домах, да, и которые движут вашими лифтами. Да, вы же все прекрасно помните, да, когда я с 1 июля у вас стояли, сколько там, уже не помню, 30, около 30 лифтов стоило. И эти деньги надо было взять из предприятия, честно там скажу, даже не одолжило другое коммунальное предприятие. Для того, чтобы я заплатил их, и для того, чтобы у вас запустили лифты, ни копейки еще от вас не получили. Понимаете, 54 человека были оформлены, ну, полностью белая зарплата, налоги все надо заплатить. Я говорю прямо и говорю, у меня сейчас сидит инспекция по труду, потому что зарплата у меня не вовремя выплачивается. Она выплачивается? Ну, не вовремя. Поэтому я не могу работать, когда люди, знаете, сели в засаду и ждут. А кто же победит? Ну, а зарплата раз, я же вам перечислил, которые обязательные стопроцентные платежи и обл.энергии не спрашивают, есть у меня деньги, нет, заплатили вы мне или нет. Оно просто дистанционно будет вам отключать людей. Дальше положить основное предприятие, ну, люди на мыло, лесков и там, сухого фонтана, они не виноваты в том, ну, что произошло. А все районы, прошу прощения, только наш солянский район так плохо оплачивает коммуналку. Ну, у меня скоро по бризу, вот я же вам еще раз говорю, 65% соляны, 94% основная ситуация. Александр Федорович, вам объясню, да, кто соляны перестал оплатить основным контрагентам. Да потому что счета ваши уже заблокированы в банке. Да ну, это кто-то вам сказал, вот женщина сидит, ну, как у меня, ну, еще раз, вот неправильно платят. Ничего мне не заблокировано, у меня все работает, люди осуществляют платежи. Я в приватбанке у меня еще. Через час вы платите, это был сбой приват-24, вы все читаете новость. Это, ну, вчера, по-моему, был сбой, поэтому вы не смогли оплатить, кто захотелось. Поэтому у меня все разблокировано. Я существую, как бы, на основном предприятия, да. Соляны я не вытягиваю без постоянной дотации, донорской какой-то поддержки от города. И по закону, по новому, сейчас новый закон, который контролирует антимонопольный комитет, ну, мне нельзя просто так тоже дать деньги, там, финпы-тримпы, там, или что-то еще, там, в основном фон. Ну, просто так. Спасибо, дайте я добавлю эту важную информацию. Смотрите, сегодня у нас есть ЖКПМ-приз, предприятие, которое точно так же ушло в убытки. И в прошлом году мы ему там помогли суммами, ну, там, 3, 3 давали миллиона, то есть, смотрите, что получается. Получается, что коммунальные предприятия не могут с их тарифом, который был установлен, функционировать безубыточно. Вот ЖКППМ-приз. И мы ему давали финпы-тримпу. В результате этой финпы-тримпки, получение этой финпы-тримпки, это финпы-тримпка накапливается. И антимонопольным законодательством указано, что когда предприятие получает больше 6 миллионов гривен финпы-тримпки, оно должно проходить через антимонопольный гривень. Вот сегодня выделили деньги на сессии, проголосовали за выделение бюджетных средств на финпы-тримпку ЖКПМ. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы должны будем выделить деньги, но факт, что еще 105 дней должно будет пройти, прежде чем антимонопольному комитету, мы объясним, что мы обязаны это сделать. И если сегодня мы говорим о водоканале и электротрансе, в котором мы можем эту финпы-тримпку давать и объяснить, почему мы даем, потому что мы обеспечиваем социальную защищенность населения, то что касается обслуживающих компаний, в том числе и БРИЗа, и ПИК, и так далее, это не монопольная услуга, и нам будет очень трудно доказать, что это необходимая мера содержать коммунальные предприятия. То есть они скажут, а зачем вы даете, если можно обслуживать другое предприятие, не обязательно, ЖКПП, и не обязательно с этим тарифом. Тем более сегодня тариф может указываться самостоятельно, предлагаться предприятиям совместно с вашими жителями и утверждаться. Поэтому я рекомендую вам встретиться отдельно с каждым домом, утвердить свой тариф, пригласить их там, пусть они ходят, по вашим сборам ваших домов. И предлагают свои тарифы, заключают с вами договора на обслуживание. Теперь у вас есть что-то? Протогол подпишет в сфере Сирии. Проблема не платежей признается. Проблема возникла из-за социальной напряженности. Мы, как общественная организация, проведем работу по компенсации, по заплате и так далее. Потому что мы понимаем, люди не платили, потому что не было определенности, потому что возникла социальная напряженность. Есть, значит, мы заплатим за два месяца, если так далее. Но опять-таки, ключевой вопрос, имеем ли мы право выбрать этой компании, не дожидаясь, как нам говорили, два месяца, он уведомит в социальную... Или пойдет нам в встречу компания и отпустит те дома, которые, по-какому, у вас уже говорим, в ЖКК, отпустит на свободу. Я думаю, что, смотрите, я могу быть на этой встрече медиатором. Я не могу давать указания ни одной, ни второй компании. Более того, я не буду давать указания теперь в Бризу, чтобы потом менять депутаты, которые уже мне некоторые из них говорят. Так вы же сами хотели, чтобы Бриз отсутствует. Так и разбирайтесь, как им полтора миллиона компенсировать. Что это значит, сам захотел? Я просто спасал ситуацию, чтобы люди на инвалидные коляшки смотрели, где там ездили и так далее. Поэтому сегодня я помогал людям, выходил и решал этот вопрос с Иваком Олегом Петровичем, чтобы он нам подключал оперативно, а не дожидался, пока эти деньги пройдут и так далее. А завтра, то есть сегодня, уже мне рассказывают, что я негодяй, потому что сам придумал, сам решил, сам заставил депутатов проголосовать. И теперь сам должен искать полтора миллиона. Зачем мне такие условия? То есть я не буду уже больше никаких давать рекомендаций ЖКП ПИДНИ, то есть Бриз по обслуживанию того или другого жилого фонда. Пускай сам ходит, директор отвечает за это предприятие, за его основная задача быть безубыточным и совершать свои действия, которые предписаны ему статутом Кит-Приезда. Заставлять его я не буду. Александр Шевцович, мы его заставляем и не другую компанию. Мы просим нам свободу права выбора. У вас свобода есть. Организовывайтесь, пожалуйста. Я не буду за вас выбирать. Я не могу этого сделать. Более того, я не хочу этого делать. Вот соберетесь сейчас с ними, договоритесь об ваших встречах. Можете, предоставляем вам, это ваше здание, городской исполком, городской, здание городского совета, здание граммана. Собирайтесь, пишите письмо официально. Просим дать возможность провести встречу. Вот так цивилизованно, спокойно проводите встречу. Они вам пускают здесь включать презентацию, что входит в тариф, из чего состоит тариф. Пускай борются за вашу. Это рынок. Вы должны выбрать себе. И пожалуйста, возьмите себе на себя, как это называется, смелость. Выбор этого. Вы хотите выбор, пожалуйста, выбирайте. Я думаю, что они пойдут вам на встречу после того, как... Ваше слово. Конечно, мы никого не сдерживаем. Ну, это не раздумывается. Тихо, тихо, два дня снова. Очень важно. Смотрите, мы же не получили ни одного документа. Ни одного. Ни одного. Мы дадим возможность вам это все документы получить, передать, встретиться и так далее коллеги. Значит, теперь давайте... Смотрите, я сейчас хотел бы вопрос затронуть по... Я бы назначил на 11, потому что на 13 мне нужно быть сейчас в Агваровке, 60-й шкур. И меня там уже будут сейчас ждать большое количество людей. Что касается... Давайте сейчас по пилоту. И дальше уже вы все технические вопросы о встречах, разговорах, затвержении, торговле, торгах, так скажем, обсудите без... Это правильно, это... Почему нет? Люди должны выполнять свою работу за деньги, а вы имеете право требовать качества за эти деньги. Кроме того, уже мною надо на распоряжение всем организациям, которые выполняют, в том числе и Мисту для людей, в том числе и Бризу, в том числе и ПЕБЮ, по тем услугам, которые они указывают, провести перерасчет. То есть, если фактически кто-то должен был делать то или иное, а услуга фактически не оказывалась, то деньги за это из вас изыматься не будут. Я прав? Я прав? Скажите, тут две компании, мы можем другое выбирать. Пожалуйста, 3, 4, 10, 25 компаний. И мы придем к этому поводу, если бы не успею. Продолжение следует...